В этом видео я приготовлю тортик 3 шоколада в своей интерпретации. Я хотела сделать 5 слоев. Здесь у меня белый шоколад, белый с молочным, молочный, молочный с темным и темный шоколад. Здесь у меня замоченный желатин. Тем временем я взобью холодные сливки 33 процента жирности у меня до мягких пиков. Консистенции они должны напоминать талое мороженое, то есть слегка не добиваем. Когда венчик начинает оставлять след, это нужная консистенция. Мне нужно дождаться, пока вот эта смесь станет температура до 40 градусов. Тогда ее можно объединить будет с полувзбитыми сливками. Я подготовила вот такую форму для заливки. У меня здесь кольцо, там внутри бисквит, цитатная пленка. Бисквит я обрезала этим же кольцом, я его пекла чуть большего диаметра, поэтому он прямо очень плотно в кольце сидит. Сюда я буду заливать мусс послойно. Ну что, смесь остыла, вот она 37 с половиной градусов. Можно объединяться сливками. И сразу же заливаем смесь всю на бисквит, пока она жидкая. Мусс довольно быстро застывает, поэтому работать нужно быстро. Распределить равномерно. Убираем стабилизацию. Потому что я проделываю все то же самое со вторым слоем. Уже температура невысокая. Нужно, чтобы шоколад разошелся. Эту смесь можно немножко подогревать. Если вы чувствуете, что у вас желатин с шоколадом уже быстро схватывается, а шоколад еще не весь разошелся, то можно немножко подогреть. Так, у меня уже смесь 36 градусов. Это довольно уже низкая температура. Я добавляю сливки полувзбитые. Здесь у меня смесь молочного и смесь тюмола. Первый слой я уже убрала в морозилку. Сейчас я достану торт и сразу залью второй слой. Он довольно быстро схватывается. Получается немножко на тон посветлее. Так что сразу заливаем тихонечко. Все, можно снова убрать в морозилку. Я делаю уже третий слой. Я снова нагрела сливки в них, распустила желатин. Вылила эту смесь на чуть-чуть подтопленный шоколад. Здесь уже у меня только молочный. Он хорошо разошелся, потому что я шоколад растопила. Смесь, конечно, довольно горячая. Жду, когда немножечко остынет, и буду смешивать со сливками полувзбитыми. Я их уже взбила. Буквально меньше минуты и уже смесь остывает. Вот уже 39,7-39,1. Можно смешивать. Все, добавляю сливки. И аккуратно перемешиваю. Если вы здесь не будете соблюдать температурный режим, то сливки у вас свернутся. Если перезабьете сливки, у вас тоже смесь станет такой невоздушной. 27 градусов. Быстро очень остывает. Все, я достаю торт из морозильника. Уже схватился второй слой. Я выливаю третий. Я раньше всегда делала три шоколада только. В этот раз на день рождения мамы решила сделать такой вариант. Когда будет пять слоев, мне кажется, будет красиво. Сверху сделаю ганаш и украшу ягодами. Все, убираем торт. Снова подморозится. Два слоя осталось. Здесь уже у меня смесь молочного и белого шоколада. Продолжение следует... Продолжение следует... подмораживаем тортик что это у меня последний слой здесь только белый шоколад самый наверно вкусный нежный его больше всех любят дети вообще тортик этот очень вкусный наверно это мой самый любимый торт что кремовый я уже все не могу есть ни один не нравится я поняла что это мой любимый торт в общем технология приготовления довольно простая мне нравится этот торт тем что здесь нет никаких белков или желтков отдельно то есть какой-то крем англес есть такой на желтках делается то есть не во-первых ничего отделять не надо белки от желтков что я не люблю ничего не надо там пастеризовать переживать что что-то не так будет что это сырые яйца очень просто готовится и главное быстро то есть в принципе можно его за час сделать если он так слоями он быстро застывает и у вас торт готов и можно сделать любого его размера то есть его можно маленький рассчитать например если это килограммовый торт просто и три шоколада то можно поделить просто на количество мусс то есть каждый мусс там примерно по 300 грамм условно говоря все выливаем наш последний слой белого мусса я его снова уберу в морозилку и сделаю ганаш на темном шоколаде и залью сверху него уже буду крепить ягоды и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова